Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королёва, ну а напротив здесь в студии музыкант Андрей Макаревич. Андрей, здрасте. Привет. 70 тысяч россиян в Египте сейчас по разным подсчётам. Вот авиасообщение с Египтом Россия приостанавливает, пока не выяснится, что именно произошло с самолётом Кагалым-Авиа. Версию теракта Кремль пока не признаёт. Это последние новости. Вот хочу вас спросить, правильно, что полёты прекращают? Я думаю, что правильно, что полёты прекращают, но вообще думать надо было немножко раньше, мне кажется. Ну а раньше это когда? Я повторю собственную мысль, которую в писанном виде изложил несколько дней назад. Тезис, что если драка неизбежна, бей первым, он, в общем, правильный, только с двумя оговорками. Если ты действительно убеждён, что драка абсолютно неизбежна, если ты очень хорошо понимаешь, достаточно силён твой удар, и какие будут последствия. Ну и, наверное, если дерёшься ты только сам, и при этом нет, вот там, не знаю, десятков, тысяч людей, сотен, а то и миллионов людей. Ну вот я боюсь, что это всё только начало. Удивительное дело, у меня мой товарищ один вчера поделился мыслью, он говорит, вот всё время ищут эти ящики, значит, чёрно-оранжевые после авиакатастрофы. С трудом их находят. И никогда, никогда эти ящики ничего конкретного не говорят. Это правда. Дальше он говорит, а вот что, так сложно поставить в салоне каждого самолёта две телекамеры, которые в режиме онлайн на Землю транслируют запись. Это что, так дорого, по сравнению со всем полётом? Или, может быть, не всегда нужна правда о том, что произошло? Ведь несложная вещь, действительно, технически. Ну, это, пожалуй, такой технический момент, наверное, который должны обсуждать специалисты. Если они это не делают, то, наверное, есть у них на то какие-нибудь причины, потому что, ну, так если вспомнить, а кто-нибудь ставит? Ну, не в России, а в другую страну. Нет, насколько я знаю, нет. И, как я понимаю, власть любой страны оставляет для себя люфт относительно информации по поводу того, что случилось. Я не говорю, что это теракт, но мне кажется, что сегодня есть техническая и несложная возможность получать более конкретную информацию. Ну да, если, собственно говоря, можно пользоваться интернетом сейчас уже, включают Wi-Fi на борту, при этом мы действительно по чёрным ящикам до сих пор... По каким-то проволокам. ...ничего на самом-то деле узнать не можем. Но здесь, смотрите, здесь сейчас вот как получается, версию теракта Россия, по крайней мере, отрицает. Другие, как вы, наверное, слышали, там, Великобритания, США, ссылаясь на разведданные, говорят, что это мог быть теракт. Тем не менее, мы фактически последними сейчас приостанавливаем полёты, и при этом оказывается, что у нас там десятки тысяч людей, нужно создавать какие-то штабы, нужно подключать МЧС и так далее. Ну, может быть, не стоит идти сейчас на такие крайние меры, вот представляя себе масштабы-то, да, бедствия. Вот ни в коем случае не взял бы на себя ответственность сейчас руководить процессом и давать какие-то рекомендации. — Просто я сейчас читаю то, что люди пишут, то, что с понедельника, например, буквально с понедельника, начнут закрываться там туристические фирмы, возможно, туроператоры. То есть это как вот такой вот снежный ком разворачивается, да, подключаясь ещё и к процессу экономического кризиса, который сейчас в ходу. — Ну да. Сейчас на время ещё усилят безопасность, будут трясти всех пассажиров, проверять, будут страшные очереди. И на какое-то время это, наверное, поможет. — Смотрите, я поняла, что вы не готовы говорить там про версии сейчас, тем не менее, конечно, наши слушатели эти вопросы задают. — Это такая тенденция, которая меня страшно раздражает вообще в последнее время. Вот не имея окончательной информации, каждый излагает свою версию. Но что фантазировать, особенно вот в таких трагических случаях, да? Вот нужно факты иметь на руках, и тогда уже не фантазировать, а признать, что было либо то, либо это. — Ну, понятно, что мы с вами всё-таки там некомпетентные органы, которые этим занимаются. Мы, в сущности, обычные обыватели, которые просто читают эти версии, пытаются их как-то сопоставить, да? Понять там, какую версию, какая версия кажется им более вероятной. Вот у вас есть такая версия, которую вы считаете более вероятной? — Я не хочу гадать на кофейной гуще. Действительно, самолёт очень много лет. Действительно, усталость металла накапливается. Действительно, бывает небольшого дополнительного усилия, чтобы эта штука пошла, трещать пошла. Чем это усилие было вызвано, мы пока не знаем. Очень хотелось бы узнать. — Ну, вот, тем не менее, нам с вами пишут, что это по поводу вашего предположения о том, что может существовать такой канал связи «Земля-самолёт». Вот Ник пишет, что технически это сложно, и такого канала связи на самом деле нет. Ну, поверим нашему слушателю. Возможно, он больше эксперт, чем мы с вами. По поводу Сирии и по поводу того, что происходит, собственно говоря, что происходило до этого, давайте я просто перед вопросом наших слушателей пойду. Вот один из них спрашивает. Всем понятно, зачем нужна война в Сирии Путину и генералитету, но зачем она нужна России в период финансово-экономического кризиса? Где ИГИЛ и где Россия? Вот вы лично понимаете причину? — Марина, у меня здесь нету однозначного ответа на этот вопрос. — Давайте неоднозначный. — Потому что, с одной стороны, ИГИЛ — это действительно мировое зло, и потому что они творили с памятниками культуры, и все теракты, за которые они брали на себя ответственность, и продолжают брать, это беда на планете. — С другой стороны, я все время себя ловлю на том, что мы сегодня живем в мире, где убедиться в том, что информация, которую ты получаешь достоверна, практически невозможна. Со всеми техническими средствами, с интернетом, с этими фейками ежедневными. Вот я не знаю, кого мы там бомбим, потому что наша власть говорит, что мы бомбим ИГИЛ. У меня нет оснований верить нашей власти, потому что на протяжении последних двух лет она меня обманывала во многих вопросах, и не только меня, а весь мир. У меня нет оснований верить остальным, потому что у них свои интересы тоже есть. — Ну да, и западные эксперты, которые говорят, что вовсе никакой не ИГИЛ, а оппозиционеров. — Ну да. А что происходит на самом деле? А мы с вами не знаем, что происходит на самом деле. И мы вынуждены на эту тему разговаривать. Я себя чувствую идиотом. — Ну, честно говоря, так можно подойти, наверное, к любому событию в жизни. Мы с вами смотрим на эту студию, видим стол или видим чашку, видим ли мы их на самом деле. — Нет, все-таки то, что мы видим, это мы видим. И можем потрогать. Есть какие-то вещи безусловные. Вот сейчас вечер. Я это знаю точно, что на улице темно. — Ну, есть еще часы в студии. — Ну да. — Но тем не менее, вот смотрите. Нам с вами говорят, что мы обязаны там подключиться к бомбардировкам, ну не мы с вами конкретно, да, а Россия, к бомбардировкам ИГИЛа в Сирии. Вот нам это зачем? — Я бы понимал ситуацию, если бы, скажем так, цивилизованные страны, собравшись вместе, выработали общую позицию по прекращению этого ада под названием ИГИЛ. И совместными усилиями провели бы какие-то действия. А когда еще идет разброд в понимании того, где там ИГИЛ, где не ИГИЛ, кого бомбим, это же не шутки, это не разговор. Это бомбы летят, гибнут люди каждый день. Значит, видимо, что-то делается не совсем так. Значит, каждая продолжает преследовать свои интересы. Какие мне, они всегда понятны. Я не политик. Я до сих пор не знаю разницы между шиитами и суннитами, например. У меня как-то голова другим занята. Но, тем не менее, это российские бомбы, которые направлены сюда. Тем не менее, это российские бомбы. Да. И там даже есть российские военные, как мы с вами знаем. Об искусстве. Вы же знаете такой французский еженедельник Шарле Бдо. Да. Ну вот. Помните, там были карикатуры на пророка Мухаммеда. Вот теперь появились другие карикатуры. Ну, не столько карикатуры, как я понимаю, о картинке, да, которые были связаны как раз с трагедией вот этой вот с российским самолетом. И главный редактор Жерар Бриар ответил уже на обвинение Кремля в кощунстве. Дмитрий Песков сказал, что это кощунство. А Бриар говорит, для редакции нет такого понятия. Кощунство. Я не люблю слово кощунство. Оно у меня почему-то связано со всякими религиозными процессами. Я это все-таки отношу к области такта, человечности и ума элементарного. И я сам за свободу слова и за толерантность, пока она не начинает перехлестывать за границы здравого смысла. Я бы не пожелал этим господам, которые эту картиночку один нарисовал, другой опубликовал, чтобы их родные и близкие попали вот в такой самолет, который взрывается в воздухе. Я бы посмотрел, как они после этого нарисовали бы картинки. Ну, это понятно. Допустим, мы с вами можем испытывать какие-то чувства в связи с этим, да? Да. Ну, вот, тем не менее, например, наша парламентария, Госдума, она сейчас обращается к своим коллегам французским и говорит, сделайте что-нибудь, французские парламентарии, с этим еженедельником. Остановите это безобразие. Честно говоря, я бы просто не стал обращать внимание. Вот очень много вокруг всего, я сейчас даже не об интернете, много идиотов на свете, к сожалению, их больше, чем нормальных людей. Это научно доказано. Но если мы будем каждого запрещать сейчас, ну, у нас весь пар в это и выйдет. Лучше все-таки делами заняться. То есть, никак не надо реагировать, вот даже если это связано с трагедией, с таким болезненным вопросом, да, для России. Ну, пойдемте, нагадим им на кольцо. Ну, что делать? Ну, я считаю, что это глупый, бестактный поступок. Все, я забыл про него. Глупый, бестактный поступок. Но это хорошо забыть, когда это находится где-то там, в Париже, и пусть он там себе рисует, в конце концов, что хочет. Но у нас здесь своего хватает. Вот, в частности, вы, например. Вы знаете, что вы сами виноваты? В чем? А, я сейчас расскажу вам. Валентина Матвиенко, между прочим, это официальное лицо, спикер Совета Федерации. Про вас высказалась вот буквально накануне вчера. Ну, она там говорила вообще о таких серьезных и важных делах, о демократии. Что демократия должна учитывать позицию меньшинства, но при этом она не может допускать оскорбления мнения большинства. И вот вы, Андрей, вот не власть придумала наклеить на вас, я цитирую Матвиенко, ярлык национал-предателя. Действиями своими, когда вы высказывались о Крыме, вы сами призвали на свою голову народных мстителей, которые стали высказываться, в свою очередь, в ваш адрес. Вот. Ну, если госпожа Матвиенко под народными мстителями имеет в виду лимоновского бойца, который полил газом черемуха артистов, а заодно и зрителей на концерте, и который, к сожалению, сейчас сидит в местах не столь отдаленных, то это такой же народный мститель, как я, китайский мандарин, вы меня извините. По поводу термина национал-предателя, этот термин придумал не народ. Придумали его в Германии незадолго до Второй мировой войны, а запустили в эфир его тоже не представители народа, а товарищи, которые работают у нас в средствах массовой уважаемой нами информации. Поэтому народ здесь, по-моему, совершенно ни при чем. С народом я общаюсь каждый день. На улицах, в транспорте, на гастролях, и что-то никто меня ни в чем не обвиняет. Наоборот, знаете, подходят... То есть народных мстителей не встречаются? Нет, выражают поддержку, жалко, что шепотом. А так вот... Ну вот, я снова возвращаюсь к тому же вопросу. Вот есть, допустим, Шарли Эбдо, ну, прочитали, увидели карикатуру, забыли, допустим. Вот высказывается уважаемая Валентина Матвиенко. Тоже не обращать внимания? Мне неинтересно с ней полемизировать. Ей-богу, мы с ней настолько разными делами занимаемся. Вот честное слово. Ну, хорошо, допустим, пусть это не касается вас. Там есть некая такая общая модель, которую нам предлагает Валентина Матвиенко. Демократия должна учитывать позицию меньшинства, но при этом она не может допускать оскорбления мнения большинства. Тут надо определиться в понятиях, что считать оскорблением. Я, помню, кого не оскорблял. Если я высказываю свое мнение, я не считаю, что это оскорбление тех людей, у которых мнение другое. Ну, вот представитель власти считает оскорблением. Вот смотрите, опять-таки, давайте я вам просто продолжу тратировать. Она говорит, есть какие-то святые вещи. Речь шла о Крыме. Ну, вот как она... Крым это теперь святая вещь. Есть какие-то святые вещи и красная черта, которую переступать нельзя. Согласен. Но у нас с ней совершенно разные представления о том, где эта черта проходит. Если я считаю, что взятие Крыма было большой политической ошибкой, и продолжаю это считать, я, по-моему, никого этим не обидел. Так. То есть, с Валентиной Матвиенко вы здесь не согласны? Нет, я с ней не согласен. Вы с ней не согласны. Хорошо. Тогда давайте продолжим эту тему, которая связана с большинством, с меньшинством, ну и с нашим прошлым. Отчасти вот здесь Дмитрий Гудков вносит в Нижнюю палату новую версию закона, которая запрещает оправдывать сталинизм. А на этой же неделе патриарх Кирилл сказал, что злодейства советских вождей не должны заслонять их положительных сторон. Ой, Господи. Вот. Патриарх, представитель церкви, не просто представитель церкви, а главный человек сейчас в русской православной церкви, говорит о том, что злодеяния советских вождей не должны заслонять положительные стороны. Ну, я могу на это только сказать, что вот если взять бочку мёда и налить в неё ложку дёгтя, то, несмотря на то, что мёда в бочке больше, мёда, может быть, перестанет. Я так, притчами. Может быть, так, патриарху будет понятнее. И? Вот и всё. Ну, вот это мнение большинства. Вы же знаете об этом, да? Нет, это мнение патриарха Кирилла в данном случае. Ну, вы наверняка просто видели опросы, опросы. Послушайте, мы так легко бросаемся вот этим словом в большинство. Я не очень верю нашей статистике, особенно последние два года, после того, как началась эта история с Украиной. Но не очень верю. Я достаточно хорошо знаю, как поставить вопрос правильно, чтобы получить на него нужный ответ. То есть, вы считаете, что то, что нам с вами предоставляют в виде результатов опросов, может быть сфальсифицировано? Это не обязательно сфальсифицировано. Это грамотно сделано, понимаете? Потому что подавляющее большинство людей хочет, чтобы их оставили в покое. У них масса своих проблем. У них денег стало в два раза меньше. У них ЖКХ дорогое. Они колотятся по хозяйству с своими детьми. Им негде лечиться. У них закрываются больные. Ну, в какой-то еще приходит опрос. Да идите вы, ответят как надо. Еще не дай бог по имени к тебе обращаются. Господи. Он же знает, как меня зовут. Ну, конечно, отвечу как надо. Ну, хорошо, допустим. Но вы правда думаете, что вот то самое высказывание под названием «Крым наш», что оно как-то не близко большинству россиян? Вот сейчас. Ну, вы же общаетесь, как вы говорите, со зрителями. Я не знаю большинству или меньшинству. И на самом деле, мне кажется, это не самое главное. Ничего умного в истории человечества большинством сделано не было. И это, в общем, известно. Достаточно банальная истина. Ну, это вам известно. А вот Валентин Матвиенко, например, считает, что... Ну, я цитирую замечательного писателя Эдго Рукова. Я не знаю, сколько человек рады и вот сейчас просто получают все плоды, все подарки того, что Крым теперь наш, вот счастливый. Я не думаю, что их очень много. Мало того, я уверен, что их будет становиться меньше и меньше. Потому что, к сожалению, дела обстоят не лучшим образом. То есть, большинство, соотношение большинства и меньшинства может меняться? Может, конечно. Причем в несколько дней. Я, если можно, еще все-таки про большинство и меньшинство. Вот вы цитировали там Эдгара По, да? А вот кто, по-вашему? Ведь демократия – это у нас власть большинства, правда же? Когда большинство на выборах, голосованием что-то решает, принимаются решения. А кто определяет, как жить обществу? Большинство или меньшинство? Поделяет власть, которая на самом деле из себя представляет безусловное меньшинство всегда. Вот те люди, которые профессионально управляют нами, да? Ну, те, кого мы называем элитой, правда же? Демократия – это такая же защита меньшинства от большинства, как наоборот. Это равные права, несмотря на то, кого в этой шобле, значит, больше. Это и для выборов равные права, для партий. Это равные условия существования. Вот что это такое. Но вот вы к чьему мнению будете скорее прислушиваться? Вот вы лично, большинство или меньшинство? Я буду прислушиваться ко мнению здравого смысла. Потому что, как метко заметил Вейлер, часто у вас бывающий, скорость эскадра определяется скоростью самого тихоходного судна. Поэтому толпа всегда глупее меньшинства. А вот теперь представьте себе, что будет, ну, не дай бог, конечно, но вот я смотрю на высказывания Матвиенко. Представьте себе, что будет принят закон об оскорблении большинства. Мы ведь с вами все можем представить. У нас, по-моему, по 20-30 законов в день наша Бравая Дума принимает. Но, по счастью, как и задолго до революции, во времена Салтыкова-Федрина, в строгостях смягчается необязательность выполнения. А, ну, на это надежда, значит. Еще вопрос вот тут от Ильи из Ярославской области, тоже примерно по этой же теме, большинства и меньшинства. Вот вы не верите, что большинство поддерживает власть. А почему, как вам кажется, это большинство молчит? Ведь кризис только усиливается. А вот тут я могу говорить только за себя. Я не знаю. Потому что мы мыслим какими-то классовыми категориями. Большинство, как и меньшинство. Это сообщества очень разных людей. Они все очень разные в меньшинстве и в большинстве. И у каждого свое представление о том, где и когда он должен замолчать или не должен замолчать. А наоборот должен говорить и как можно громче. И каждый это решает за себя. И каждый, наверное, в конце жизни ответит за все свои молчания. И за все свои крики. Ну вот представим себе, что большинство, как это часто бывает, вы сами об этом сказали, неправо. Да, там, меньшинство право. Вот вы к кому присоединитесь-то? Вы на чьей стороне будете? Право там... А что значит право и неправо? Объясните мне. У меня есть свое представление о добре и зле. И если поведение людей соответствует моим, представят детские представления. Они вообще в Евангелии изложены, большей частью. Потому что нехорошо врать, нехорошо воровать. Нельзя брать чужое. Нельзя убивать. Хорошо. Но вот вам говорят, Андрей Вадимович, большинство, вот оно сейчас собралось и проголосовало, большинство за то, что, ну я не буду говорить, там убивать можно, нет, конечно. Но вот большинство за то, что Сталин хороший. Ну так большинство решило. Вы живете в этой стране? Да, и что? И что? Я не считаю это большинство правым. Но если госпожа Матвиенко продолжает называть нашу страну демократической, я надеюсь, что мне, как меньшинству, будет здесь жить так же комфортно и спокойно, как и большинству. Со своим мнением. Хорошо, ну вот я вам еще один пример приведу, и он тоже связан на самом деле с большинством, меньшинством, с представлениями об истории, потому что об истории в последнее время мы тоже с вами часто слышим и говорим. То в связи со Сталином, да, то в связи с князем Владимиром, которого носят по Москве и никак не могут пристроить. Значит, Мещанский суд Москвы взыскал миллион рублей с блогера Артемия Лебедева, владельцев живого журнала, по иску ветерана войны. Да, значит, эта компенсация вот была, это было решение судебное. Артемий Лебедев вроде бы опять-таки оскорбил большинство, которое большинство считает святыми... Да, в данном случае он оскорбил какого-то отдельно взятого, уважаемого ветерана войны. Я... Нет-нет-нет, своими представлениями об истории и о победе. Я, к сожалению, не читал того, что написал Лебедев. Лебедев просто возражал против культа победы. Вот культ дня победы, он считал его, ну, неправильным. Я вам не могу процитировать, конечно, да, но во всяком случае речь шла об общих вещах, не о конкретном ветеране. Понятно. И вот миллион рублей, оскорбление. Ну, на самом деле... Это опять... Мы опять возвращаемся к такту и к, наверное, моему субъективному пониманию. Поклонение перед этой победой, которая действительно святая, и буфонаду, в которую постоянное напоминание о ней иногда превращается. На самом деле, из-за отсутствия элементарного вкуса людей, которые это устраивают, делают, и, может быть, еще есть желание выслужиться. Им дали команду сделать праздник, они делают. Их никто не научил делать хорошо. Они не умеют. Поэтому в какой-то ситуации, наверное, может что-то и прозвучать оскорбительный в адрес победы. Надо читать глазами, не знаю. Нет, это понятно. Вот мы с вами снова сегодня о святом, об оскорблении святого, оскорблении большинства и так далее. Ну, вообще такие все стали обидчивы. Вот, я хочу вас спросить, что это такое-то? Просто ужас какой-то. Что это за явление такое? Это, я думаю, мы у американцев научились. А вот у них там вот эта толерантность, которая, значит, бабушка облилась в горячем кофе и отсудила 2 миллиона долларов. Вроде бабушка, не лей на себя кофе-то, но держи в руках стаканчик. Ну, так подождите, дело не в том, что она обиделась. Она очень обидела, обожглась и обиделась. Так это же замечательный руководство к действию. Вообще можно обижаться по любому поводу, бежать в суд, глядишь, где-то и обломится. Ну, допустим, я понимаю суды, но мы с вами говорим о том, что действительно принимается закон за законом. Вот там, да, связанных с историей. Я, например, воспринимал как оскорбление победы, когда Георгиевскую Леночку повязывали кошечкам на шею, на дворнике машины, после чего она превращалась издание в тряпку серую такую. Ну, куда только не вязали. Вот это оскорбление памяти. Это оскорбление памяти героев. Но вы же в суд-то не подавали? Ну, мне больше делать нечего. Слушайте, жизнь коротка. Я занимаюсь любимыми делами. Мне не хватает на это времени. Я буду по судам еще бегать. Хорошо. Я напомню, что в Твиттере есть аккаунт вызван. И вот пришел вопрос тоже из Саратовской области. Ну, в качестве комментария даже не вопроса. Мы большинство не говорим, что Сталин хороший. Мы говорим, что Путин хороший. И голосуем за него. Не передергивайте. Вот в связи с этой смс-кой я хочу вам рассказать, что журнал Forbes тут в третий раз назвал Путина самым влиятельным политиком в мире. И вас спрашивают. Вы с этой оценкой согласны? Вот что понимать под словом влиятельный? То, что сейчас весь мир на него смотрит с испугом и ждет, что он сделает завтра? Ну, вот если это называть влиятельным, ну, наверное, да. Ну, мне кажется, это не совсем точное определение. Это называется непредсказуемый. Ну, то есть, там страх как путь получить некое влияние. Это вы имеете в виду? Это человек, который, не постеснявшись несколько раз на весь мир, сначала сказал одно. А через короткий отряд, скорее, мне сказал другое. И я понимаю, как мир к этому относится. У нас как-то нормально. Наверное, у нас это норма. Сначала говорить одно, а потом другое. Вообще президенты так не делают. Вообще нормальные люди так не делают. И он называет его влиятельным. Действительно влиятельным. То есть, бояться, значит, уважают. Да, вот по дворовому-то, да, бояться, значит, уважают. Но мне кажется, что я всегда думал, что бояться и уважать, это совершенно разные вещи. Мы или боимся, или уважаем. Человек, которого мы уважаем, мы не боимся. Опять-таки вопрос от нашего слушателя. На ваш взгляд, хорошо, что президент твоей страны самый влиятельный? Нужно гордиться или скорее задуматься? Гордиться нам, ребята, пока нечем. А вот думать, оно никогда не вредно. А думать над чем, спрашивает наш слушатель? Над тем, как наша страна будет жить завтра. Какое место она будет занимать в мире. Что будет происходить в мире в зависимости от поведения нашей страны. А происходящее в мире будет зависеть от поведения нашей страны? Ну, в большой степени, конечно, будет. Конечно, будет. Потому что вокруг арабской этой истории сейчас смерть закручивается, как мне кажется. Это очень хороший повод так обнажить интересы всех, которые действительно не совпадают. Послушайте, в мире никто никогда никого не любил. Я не знаю ни одну страну, которая любит другую. Но, тем не менее, мы живем на маленьком земном шаре. Если мы хотим, чтобы наши же дети жили в мире, мы должны договариваться. Мы должны находить пути для того, чтобы на земле не было войны. Договариваться не врать друг другу, не пугать друг друга. А идти навстречу. Да, это сложно. Но это единственный путь жить дальше. Ну, вы понимаете, что это общие слова? Это не общие слова. А сейчас вот Путин, как вы говорите, которого боятся, он у нас самый влиятельный политик. А до этого, в общем, с Россией никто не считался. И нам на это с вами указывают. А теперь считаются, ну, слава богу. Мы добились чего хотели. Здорово-то как. Пойдемте гордиться. И я вам скажу, что многие гордятся. Вот это вот тоже новость, связанная с Владимиром Путиным и его портретом. Челябинские студенты выложили своими телами гигантский портрет Путина. Как вы думаете, это вот был их такой единый порыв? Или пришли два-три специальных студента и подсказали им красивую идею? Нас уверяют, что да, что это был порыв. Вот прям, а давайте, ребята, выложим портрет Путина своими телами. А вы не верите, что так может быть? Нет, я не верю. Есть основания для этого? Есть основания. Я иногда общаюсь со студентами. Они тоже все разные. Но они не до такой степени одинаковые. И вообще склонны к мышлению самостоятельно. Ну, хорошо. Андрей Макаревич, музыкант, был сегодня в студии особого мнения. Я надеюсь, что разговор и об искусстве тоже. Кто-то услышал сегодня? Хотя, к сожалению, об искусстве мы поговорили не так много. Приходите. Счастливо. Спасибо.